Я сочинил, как мне кажется, административные исковые. Люди мне пишут, и некоторые вообще возмущаются, ну какого хера придумал АИС, а в то время как АИСа не принимают. Ну, вообще говоря, он придуман именно не только для того, чтобы его не приняли, а для того, чтобы показать нам свое фе. В основном он имеет, конечно, символическое значение, потому что принять административно-исковое заявление для судьи, это вот все равно, что смертельный номер, да. Да, конечно, я придумал противоядие, да, но это надо овладевать опять, это высокое искусство. Это требует виртуоза. А вот просто исковое, ну к этому мы уже привыкли, а просто исковое за права потребителя без оплаты, ну это еще лучше, кайф. Вы только скажите, где без оплаты. Вы только скажите, без оплаты, и мы уже там, неважно что, придумал такую штуку, исковое, да, обычное исковое, да, и не надо три месяца, как в административной исковое, обычное, и не надо полмиллиона заказывать, никто полмиллиона никому не даст, конечно, мы же это понимаем. Просто это для, как говорят, для понтов. А здесь простенькое, да, такое вот, простенькое, с удобством, берем в руки и говорим, например, пока по ремонту. И мы говорим, что мы просто возмущены, мы вообще не возмущены, как это нас назвали должником, когда никаких долгов у нас нет. Мы говорим, мы бы заплатили в первых строках своего искового заявления, коронного заявления, мы говорим, у нас есть намерение, а собираюсь заплатить. У нас есть намерение заплатить. Вот что ты будешь делать? И это записано, это продекларировано в нашем исковом заявлении. И кроме того, для пущей важности, я там еще сделал приложение, а в приложении сгусток. Ну, в общем, это вот концентрированное выражение о том, что никакой капремонт в принципе никто платить не должен. Потому что вы не выполнили своих обязанностей. Вы обязаны были нас уведомить о том-то, о том-то, о том-то. Просмотрите вот это приложение. Продолжение следует...